Богатая история гидрометеорологической службы России началась в апреле 1834 года. Согласно высочайшему соизволению, имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I в Санкт-Петербурге учредили магнитно-метеорологическую обсерваторию. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения. За почти два столетия методы претерпели изменения. Теперь такие станции есть в каждом регионе и работа на них ведется круглосуточно. У нас по плану есть 8 метеорологических сроков. Каждые три часа метеоролог выходит на площадку и проходит по всем приборам, смотрит, как измеряется температура, направление ветра, скорость, какие есть явления, какая облачность. И все вот это нужно делать постоянно. Мы пока с вами стояли, ждали эфира, я заметил, что пошел снег в 9 часов 38 минут. Я запомнил это время, потому что мне потом нужно будет вернуться на станцию и это записать в книжку. Это очень важно, вплоть до минуты, когда он начинается, какая у него интенсивность, когда закончится, естественно. Привычные для каждого из нас данные – влажность, воздух, давление, температура и количество осадков, выпавших в сутки – результат непрерывной работы этих людей. В Рязанской области работает порядка 115 сотрудников. У нас 9 метеорологических станций с персоналом, еще 3 метеорологических станции автоматических, есть 3 метеопоста и 17 гидрологических постов. Все эти подразделения разбросаны по области, более-менее географически распределены равномерно. Плотность метеонаблюдений у нас в Рязанской области очень хорошая, удовлетворяет самым лучшим, самым строгим требованиям Всемирной Метеорологической Организации. Здесь же расположен гелиограф – прибор, который помогает выяснить, сколько часов в день сияло солнце. Стеклянный шар заменяет собой лупу. Когда мы с вами лупы, там, что-то на солнышко выжигаем, как на дощечке или на чем-нибудь, здесь то же самое. Солнце, где бы оно ни находилось, оно попадает в этот стеклянный шар и от шара лезет такая вот ленточка, и по этой ленточке появляется прожиг. И вот эти вот, потом, длину вот этих всех прожигов мы считаем и получаем общее количество часов. Определить влажность воздуха, как это неудивительно, помогают женские волосы. Натянут. Ну, обезжиренный женский волос. Принцип действия тот же, что, когда мы с вами находимся или после воды вышли, сухость воздуха, волосы, они то скручиваются, то распрямляются. Тут то же самое. Соответственно, вот он распрямился, у него влажность большая. Сейчас начнет немножко скручиваться и будет тянуть за собой вот эту вот стрелочку, и стрелка будет уменьшать вот эту вот влажность. Таких станций в регионе несколько, и все они постоянно, непрерывно собирают данные, о погоде вокруг. Метеорологическая служба во все времена служила для людей, как бы для и для народного хозяйства, и ставила своей целью обеспечить народное хозяйство метеорологической информацией, прогнозной, климатической, для каких-то, для тех отраслей, которые в этом нуждаются. Особенно погодозависимыми отраслями являются авиация, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс. В современном мире, пожалуй, никто из нас не обходится без того, чтобы ознакомиться с прогнозом погоды. Его составляют синоптики, а основывают свои прогнозы на многолетних, непрерывных наблюдениях метеорологов, которые неустанно следят за погодой вне зависимости от праздников и выходных. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».